Как вы планируете потратить эффективно эти деньги, потому что у нас есть по практике мы выделяем деньги и они до конца года не осваиваются. Что вы предприняете для этого, как вы быстро проведете тендера, кто у вас будет подрядчики, чтобы в сжатые сроки выполнить эти работы, чтобы наконец-то мы сделали то, что допустим обещали людям, освоить эти деньги до конца года. Я дополню, профессор Владимир Александрович, у нас просто здесь 9 направлений, 9 дорог, чтобы это если была одна дорога, это понятно, то есть вот должно быть 9 подрядчиков, то есть вы должны провести большую работу. Ну да, как будет эффективно, вот так вы видите, как вы видите, планирую, что это будет эффективно. Я понимаю, что вы говорите, значит, понятно, что первым делом мы по утвержденному, или еще не согласованному движению комиссии, мы будем проводить открытые этапы на все эти работы, все утвержденные перечения, вы знаете, дороги, которые выше пьеды. Тендерный комитет, ну, необходимое количество в составе у меня уже есть, из них 3 человека в тендерном комитете, которые в разных структурах были секретарями тендерных комитетов, то есть это не просто какие-то случайные люди, это первое. Второе, по поводу контроля работ, кроме тех надзоров, ну, общего, который имеет, значит, сертификат по дорожному строительству, который сейчас необходим, у меня, ну, как бы я, у которого я живу в работе, я же не могу брать человека до того, как мне дали 30 тысяч рублей. У меня, может, будет, значит, человек, у которого есть сертификат ФИБИКО, это Международная организация и инженеров строительства. С 2018 года на дорогах, на всех дорогах, на самом-то же равнозначные, необходимо будет, чтобы именно такие специалисты проводили контроль качества работ. Сейчас в службе, даже в самой службе такого специалиста нет. То есть у него немножко другие, как бы, задачи, контроль и ответственность, то есть, ну, это, ну, говорить так, это намного серьезнее, чем просто инженер нашего техники. Поэтому части контроля, как бы, тоже, ну, вопросов, как бы, проблем не вижу. То, что было, ну, как бы, правильно сказано, то есть, ну, это коммунальные предприятия, как бы, мне кажется, что тоже правильно, тоже служба заказчика 2,5%, неважно, кто это будет, но служба заказчика, она содержится за эту сумму за 2,5%. Просто в случае со службы автомобильных дорог, которые являются государственной структурой, они все налоги, налоги на прибыль платят, это городской, государственный бюджет, коммунальные предприятия, весь налог на прибыль, плюс отчисление, которое предусмотрено для этого предприятия, предприятие будет внести в областной бюджет. То же самое, например, штат, который будет содержать коммунальные предприятия. То есть, ну, из числа же, ну, сотрудников, людей, которые здесь находятся, опять же, не государственные, это коммунальные предприятия, опять, надох на доходы из личных усилий. То есть, оно все полностью направляется на бюджет. Поэтому я бы, ну, просил это, ну, как бы, поддержать такое решение. С точки зрения законодательства оно ничему не противоречит, то есть, это не деньги государственного бюджета. Ну, сколько Вам примерно нужно будет времени, чтобы просвоить эти деньги? Ну, по Вашему плану, Вашему плану? Ну, по законодательству, значит, 30, ну, ровно получается, 30 дней проведения ТЭДРА с учетом этих процедур. Ну, и на выполнение работы. Выполнение работ в зависимости от какой дороги. Если вы видите, что там суммы раскиданы, например, там, где большой кусок работы, это у нас демонстрировано, которая не сильно отформирована, ну, я ориентируюсь, что там месяца три надо будет. Это максимальный трисклодинг, это, как бы, полтора, это полтора первых процессов.